Молитва святым Петру и Февронии Муромским. Семейным хором дирижирует старшая сестер Тиминах Анна. Она музыковед и выпускница Московской консерватории. В их большом творческом и дружном коллективе даже чуть больше, чем семья. Большая семья – это лучшее лекарство от эгоизма. Потому что за собой я знаю свои нехорошие стороны. И для меня это была, наверное, лучшая школа в плане отношения к людям, взаимодействия с людьми. И у меня есть два образца. Это мои родители. Это сейчас отец Сергий и матушка Елена. Тогда, в 93-м, он курсант военного инженерно-космического института. А она – студентка химика фармацевтического института в Санкт-Петербурге. Встретились в компании общих знакомых, стали дружить. Получили образование, а после этого началась настоящая жизнь. Не только с радостями, но и сложностями. С Божьей помощью преодолевали все, говорят супруги. И награда не заставила себя ждать. В семье пять дочек и два сына. Любовь, она ведь умножается. А горе делится. Поэтому все хорошо. У нас те же 24 часа в сутки. Те же физические силы, тоже сердце, как у всех людей. Но просто Господь давал нам детей. Мы с радостью принимали. Слава Богу. И очень рады. Зато у нас очень здорово проходят все праздники. У нас практически каждый месяц есть дни рождения. Мы собираемся всей семьей. И, как сказал наш ком, такое ощущение, что у нас все время гости. После завершения военной службы глава семейства Сергей Тимин по велению сердца окончил Коломенскую духовную семинарию. В 16-м году стал священником Михаила Архангельского храма. Теперь все дети и даже внучка при храме. Кто-то поет на клиросе, а кто-то помогает на богослужении. Отец Сергий признается, у них не все, как в обычных семьях. Главную роль на себя взяла супруга. Наша мама с детьми все время была дома. Она не работала тогда. Естественно, она просто не могла. 15 лет практически не выходила. Там с редкими, с маленькими перерывами выходила на работу. Практически все время была дома. Но от меня помощи. Какая помощь от меня? Я все время служил, все время на службе был. Либо на военной, либо в храме уже, когда начал помогать. Поэтому вся жизнь наша, вся семья на нашей маме и держалась. Большая семья и дети пока заветная мечта. Через два дня Никита и Кристина начнут увлекательный совместный путь. Станут супругами. Познакомились на сайте знакомств. Признаются, особо ни на что не надеялись. Просто встретились в парке. Но разглядели в друг друге родственные души. Решили встретиться еще. Так начали зарождаться их чувства. Было на самом деле неожиданно. Он меня забрал с работы, привез домой. Мы сидели, пили кофе. Да, я помню, кольцо сзади как-то со спины. Да, он погасил свет. А включил музыку еще какую-то. Более рассеянный свет включил. Поставил музыку. И подошел как-то сзади. В общем, самое предложение. И достал кольцо. Да, кольцо было в этой коробочке. Ну и сделал предложение. Кто-то вместе ходит в храм, кто-то гуляет в парке. У каждой семьи свой секрет счастья. Со всеми трудностями и невзгодами можно справиться. Но только вместе. И только любя. Несмотря ни на что. Татьяна Верняковская, Лада Дудко, Станислав Трифонов, Илья Павлов. Телекомпания «Одинцова». Телекомпания «Одинцова». Телекомпания «Одинцова». Телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...